всем привет ой, как бы мне поставить так, чтобы удобно было вот, ничего тогда всем-всем-всем-всем-всем привет куда собралась, куда собралась Софию к логопеду сама сижу, жду ее, греюсь в машине как бы это странно не звучало Гози, привет привет, привет, привет привет, почему такая уставшая потому что время только 10-й час стало я в 7 утра, как обычно и мечтаю выспаться нужно ли женщине работать конечно, женщина любая должна работать, неважно какая это работа и какой-то заработок, она должна быть при деле вот а женщина, которая сидит дома ничего не делает но это немножко происходит знаете, такое деградирование личности я так считаю как дела, дела, хорошо привет, привет как зовут мою дочку ее зовут София не знаю, что с голосом представляете, я не болею ничего, но голоса просто нету а хрипшая какая-то как прокуренная хотя я не курю привет привет в солнышко бравенько я сам из Краснодара приятно Краснодар привет никому работать не хочется за 3 копейки никому работать не хочется слушайте если ну вообще тоже не хотеть за 3 копейки работать у меня аж упало от энергетики мужчин которые сидят видимо в моем сейчас прямом эфире должен хотеть работать мужчина женщина если у нее например какая-то работа которая ее развивает которая ей нравится и у нее есть мужчина который ее обеспечивает поддерживает и так далее ну муж да то почему бы и нет я из Красноярска приятно очень Саша 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 срочно на дом 2 ребята блин мне кажется там будет переполох если я вернусь в дом 2 ну реально ну вы же понимаете что там будет полный трэш Маша как но лучше я не соревнуюсь абсолютно ни с кем подскажу тебе пермаментный макияж бровей да давно не куришь очень давно и так говоришь потому что тебя никто не содержит меня и не надо содержать потому что а у меня есть возможность работать у меня уже взрослый ребенок мне помогает мама и все в этом плане нормально я могу пока зарабатывать но когда я буду беременна или у меня появится второй малыш соответственно я напрягаться не буду какая машина у тебя клевая как относишься к фросту я вообще забыла кто это такая Сашка давай на дом 2 скучаем ну ребят реально ну не та наверное эта история про дом 2 уже ну сколько можно два года два года прошло а вы мне все за дом 2 мне кажется на дом 2 не надо без него больше возможностей я не спорю потому что у тебя открыты все горизонты а когда ты на доме 2 у тебя знаете вот совсем немножечко есть это показаться в телеке ну и все дом 2 да ты старая согласна с вами у вас так и существует магазин одежды он не существует он работает да и именно сегодня у нас с 14.00 до 18.00 идет 50% скидочка так что если вы хотите прикупиться то велкам Илья Илья сейчас работает далеко где холодно они дали возможность дали славу что еще нужно то согласна полностью об этом я в принципе и сказала что на дом 2 приходишь у тебя единственное что есть это телевизор и где ты себя можешь проявить и в дальнейшем выстроить как бы свою жизнь саша Немножко, как это сказать, немножко замотались, я вообще забыла о том, что я должна провести конкурс, и обязательно этот конкурс пройдет сегодня. Значит, окрашивание волос мы будем разыгрывать на моей страничке, а лечение счастья для волос мы будем разыгрывать на Нининой страничке. Следите за новостями, сейчас Нина проснется, я ей буду звонить, вот, и мы будем договариваться, как мы это делаем. А как относишься к Ефременковой? Ну, Ефременкова, мы с ней очень хорошо ладим, вот, общаемся, и, конечно, я к ней отношусь хорошо. Улан-Удэ, привет. Если к вам подходит сфотографироваться, вы согласитесь? Да, конечно, я соглашаюсь фотографироваться. Я очень редко отказываю. Отказываю, объясню почему. Потому что иногда я бываю со спортзала, они накрашены, там, уже уставшие, потные, страшные. И, как бы, мне бы не хотелось, ну, чисто по-человечески, чтобы люди, вот, чтобы люди фотографировались со мной вот так вот. Саш, когда запустишь свой гиф? Знаете, проблема в том, что мы собирали людей на гиф, да, и что-то пытались сделать, не знаю, короче. Либо люди уже не верят во все гифы, потому что там и Романец что-то обманывал, и кто-то там еще обманывал, и, короче, людям уже неинтересны эти гифы. Либо проблема во мне. Поступите на актрису. Мне уже поздно. Ты всегда красотка. Спасибо большое. Как дела, Александр? Дела хорошо. Пытаюсь вот напиться какао, чтобы отвезти Софию в садик и поехать работать. А помимо еще работы есть второстепенные моменты, которые надо решать. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Я вас обожаю. Еще дом 2. София очень красивая у вас. Спасибо большое. Ты запускала свой гиф? Нет, мы так и не запустили мой гиф. Вот, потому что... Потому что... Привет, Исчебоксар. Привет. София часто болеет? Нет, я не могу сказать, что София... Тьфу-тьфу-тьфу. Часто болеет. Как-то девчонка с сильным иммунитетом. Слава богу. Не поздно. Давид Ченков поступил в 25. Ну, может быть. С мужем, да, у меня нормальные отношения хорошие. Я не могу сказать, что мы прям друзья. Мы просто родители для нашего ребенка. Передай привет Марине Смирновой. Привет. Сашуль, у тебя свои реснички. Это так здорово. Да, у меня свои реснички, которые не накрашены сейчас. Я много раз наращивала, снимала, наращивала, снимала. Но мне кажется, что чистые глаза без всяких там приклеенных ресниц это круче. Нет, мы ездим в Балтийск два раза в неделю. Софию я родила в 23 года. Я была замужем, заметьте. В 22 я вышла замуж. В 23 родила. Привет из Стерлита Мака. Ого, привет. Ты Наталья Арейра. Ребят, мне, кстати, очень жалко, что я не попала на ее концерт. Я безумно хотела. Но я была в Москве. Да, видела Романец. Кто это не видел, я думаю, что это очередной пиар просто. Ну, извините, если это история там 17-18 года. Ну, конечно, как бы сейчас все тухнет. Сейчас. И что только не тухнет. И, конечно, надо подпитывать. И вот такие грязные истории, они имеют смысл быть на просторах интернета. Так что я думаю, что это все пиар. Она теперь в рекламе снимается Арейра. В какой рекламе кто снимается? Где посмотреть про Романец? Стархит. Если не секрет, где живете в Калининграде? Район Сельма. Сань, а что с губами у тебя стало? Качало. Раньше все норм было. Сейчас даже говоришь. Страшно. Наверное, губы страшные стали. Приеду, ладно, Калиму накачает. Я тоже думаю, что это пиар. Ну, конечно. Арейра снимается в рекламе одежды Зарина. Ой, знаю этот магазин. Прикольно. Опять за рулем, опять за рулем. Да, жду вот ребенка с логопедом. Норм губы вроде. Ну, не знаю. Видимо, кому-то норм, кому-то не норм. Я всегда отвечаю на все вопросы, которые успеваю прочитать. Вы разошлись, что ли, с Костей? Пишу, жду ты одна сейчас. Ой, с Костей мы разошлись еще год назад. Или даже больше, полтора года где-то назад. И у меня уже как 8 месяцев другие отношения с моим мужчиной. Как относишься к Романец абсолютно параллельно? Ты так и не показала свою тигру. Я сказала, я покажу свою тигру, когда на моей страничке стартанет циферка миллион. Так, ну, Костя говорит, что вы слушаете. Скажу на это, лучше дружить, чем ругаться. Я в ОБЦ дочку на массаж вожу. Ну, приходите в магазин. Ты была в Эстонии? В Эстонии нет, не была. Ребенка зовут София. Люди, все хорошо, Саша, что вы гоните? Ну, пусть гонят. Куда нам без гонева? Красотка, спасибо. Илюша, как? Нормально. В Пензе я тоже не была. И что тебе не спится? Потому что куча дел. Мне уже не спится третью неделю. Встаю в 7, ложусь в 12 в час. И это просто какой-то трэш. Вот реально, вот я вот сижу, и у меня прям вот так вот. Нашла переписку с бабой, что делать? Ну, мне кажется, точно не истерить, а найти какой-нибудь прикольный момент, где он там, например, где их встречи происходят, если они встречаются. Или что он ей обещал, и сказать, малыш, почему ты там, грубо говоря, Светке пообещал, а мне не пообещал. Ну, то есть, давай-ка это по-честному. Ну, то есть, и надо подкалывать, а истерика, она приведет только лишь к тому, что твой мужчина пойдет к этой бабе. Все люди встают в 7, а ложатся в 12. Ну, дай бог, вы меня прям сейчас успокоили, что вот так вот не только я. Сколько лет тебе еще, молодая, красивая, очень даже можно с тобой переписываться. Ответь. Гозиас, прекрасно выглядите. Спасибо. Я смотрю, когда я накрашена, мне никогда не делают комплименты. Когда вот я не накрашенная, просто с хвостом, мне столько комплиментов. Все дело не... Ты не меняешься, как была молодая, энергичная, так и осталась. Ты веселая, классная. Спасибо. А во сколько ты родила? Я родила в 23 года. Так. Какой твой любимый цвет? Нет, оранжевый сейчас. Оранжевая апельсинка. Куда едешь? Сейчас поеду в садик. Где стоишь? На артиллерийской. Не, ну знаете, я не говорю, что хвост портит красоту, просто, когда я не накрашенная, там с гулькой, с хвостиком, мне всегда столько комплиментов, прям приятно. А когда я, блин, накрашусь, расчешусь, там укладочку сделаю, платьишко одену, комплиментов мало. София начала ходить годику. Ладно, мне там уже пишут по работе. Всем хорошего дня. Ребят, чуть попозже информация будет в сториз по поводу конкурса. Ну и, соответственно, придумаем какой-нибудь новый конкурс вновь. Так что... Продолжение следует...